какой-то пост-апокалиптик я так чувствую, девочки, шопинг у нас не получится с вами сегодня смотрите на эти платья, волосы, какой ужас, какой-то ужас, трэш, трэш чиповый доброе утро, вернее, всем добрый день вот такие последствия у нас с наших снежных бурь расчистки снега вот такие снежные горы и холмы у нас нагреблены с наших драйвеев которые мы должны рассеять, потому как машинку некуда вставить сегодня прекрасный солнечный день минус 11 градусов было с утра, сейчас немножко потеплее, но вы знаете, что я вам хочу сказать я сегодня утром вышла в машину, села вести своего сына в школу и я должна сказать, что я услышала пение птиц вот самое такое настоящее весеннее пение птичек я поняла, что да-да, весна совсем-совсем близко выезжаем поедем, возьмем кофе и большая радость, неслыханная радость у нас открылась, Макаси это просто праздник какой-то открылись магазины после двух месяцев закрытых, по-моему и, возможно, до работы я успею заехать кое-куда за что я люблю карантин это за то, что на работу можно ходить раз в неделю в удобные для меня часы, так скажем ну, не совсем уж такие удобные, я должна сказать, что я вообще-то мое расписание, я хожу на работу во вторник после обеда, в 12 часов но вот вчера был снег, снежная буря, нас сильно завалило и я на работу не пошла потому как все было засыпано снегом драйвать было не очень приятно и не очень удобно и я осталась дома поэтому я иду сегодня в среду, неурочный день но ничего страшного я надеюсь, я не забыла свою маску я не забыла ой, сегодня такой сумбурный день был с утра потому что у меня сейчас фулл хаус что называется, как у нас это называется то есть мы все работаем из дома сын приехал из университета на каникулы у них это называется reading week неделя для чтения я не очень понимаю, в чем заключается в чем идея но в любом случае они возвращаются по домам и он тоже сейчас дома он, правда, учится из дома но, значит, готовка полным ходом идет потому как мальчик у нас, ну, два лет пацану крепкий парень, любит поесть я уже рассказывала, по-моему дай бог он на здоровье, пускай кушает на здоровье мама, мама всегда рада его приезду хотя, конечно, я встаю к вечному огню и моя свобода немножечко ущемлена но дело не в этом он очень, я очень люблю, когда он дома еще потому что он, знаете, вот мы с ним дружим у него был период тяжелый, подростковый сейчас машину пропустим он не пищит когда ему было 15-16 лет он сильно нас мучил своими выходками, так скажем но лет 17-18 он стал абсолютно прекрасный мальчик нормальный совершенно сейчас он учится в университете и он вот когда приезжает для меня это такое, знаете вот мы с ним разговариваем мы с ним что-то смотрим вместе у нас с ним похожий вкус, похожий взгляд на жизнь ну, с учетом того, что он, конечно на новом витке, так скажем, цивилизации то есть молодое поколение и поэтому, конечно, это все немножко отличается но, в принципе, мы с ним очень много чего любим вместе смотреть, обсуждать, разговаривать у нас с ним очень много общего и вот он сейчас дома когда он дома, что называется он keep me busy по-английски что значит, что он меня держит занятой младший не такой младший он спокойно сидит в своей комнате со своим компьютером ему никто не нужен а Бен, он, если он находится вот дома он всегда, он всегда вокруг него, знаете, ураганы и вихри вокруг него все должно крутиться и он должен быть центром внимания центром вселенной моей во всяком случае и я должна его, так скажем, ублажать что я с удовольствием делаю потому что приезжает он сейчас редко домой вот он учится довольно далеко два с половиной часа ездит от дома ну, как далеко? не очень далеко, но далеко не накатаешься тем более у него там нет машины у него там есть друг с машиной его приятель еще со школы они здесь вместе учились в школе в Оквеле и они вместе поехали туда, в этот университет и это вообще блессинг что называется, что у него машина у этого мальчика и он всегда его привозит отвозит, вот если они приезжают вместе домой то он, как бы, у него есть райд и нам не нужно за ним ехать пикивап, потому что он всегда вот с этим парнем ездит и я очень этим доволен так, я надеюсь, я свой кошелек не положила на заднюю сиденье что я смогу сейчас взять кофе себе спокойно так, чашка кофе это будет мой ланч едем мы в Драйвсру Тим Хортенс Тим Хортенс это наш канадский Сталлакс сколько машин если бы вы видели эту очередь я вам сейчас покажу если вы понимаете, да все все сейчас 12 все 12 часов и кошмар, 12 часов я еще только еду на работу я еще собираюсь заехать в пару магазинов неплохо смотрите ну я, наверное, не увидите я сейчас попробую переключиться но мне так далеко тянуться сейчас ну, в общем, не буду не буду сейчас дергать телефон хотела показать вам, какая очень большая готовить кредитку я могу платить карточкой могу платить телефоном но телефон занят съемкой поэтому я сегодня в новой шубе с Пейзаровской у нас очень холодно я уже говорила по-моему, утром было минус 11 что я так низко сижу как-то не поднимается у меня сиденье выше я телефон поставила низко сейчас, может, попробую вот так подвинуть о, так лучше а то я такой сидела макушка в углу экрана короче что я говорила а, я в новой шубе с Зарой у нас очень холодно но поскольку я в машине я не хожу пешком то я осмелилась ее надеть а и плюс ой, какое солнце не могу без очков простите, пожалуйста, меня я буду в очках и поскольку я в машине то я осмелилась ее надеть плюс ко всему она очень теплая она действительно очень теплая она такая плотная теплая шуба и внизу у меня очень толстый теплый свитер но я, вы знаете, что боюсь, что мне будет на работе жарко потому что у нас на работе все-таки ну, вот асадар топит отопление работает вот и я ну, я как-то вот решилась наверное, я запарюсь короче, в общем так что я выскочила из дома я еще поехала забирать своего сына из школы они учатся сейчас полдня я выскочила из дома не очень соображая что я делали я все маску свои документы для работы чертежи свои которые мне надо будет там распечатать напечатать лохмат и я ужасно не смотрите не обращайте внимания так какие мы заказали здесь следующие и вот хотела заехать в пару магазинов но очень уже поздно я не знаю если я успею но я постараюсь но я приеду позже на работу сейчас закажем секундочку так как я помогу я могу я я могу я маленький кофе я Как будто у меня есть куда ехать. Не могла бы ты подвинуться. Я бы могла, но у меня машина впереди. Так она меня плохо слышала, неплохо понимала. Я вообще должна сказать, что буду мне надеть маску. Нет, наверное, нет. Несмотря на то, что я... Я не могу сказать, что у меня такой замечательный, прекрасный английский. Ну, нормальный, как у всех, кто прожил больше 10 лет в другой стране. Но я хочу сказать, что мы приехали в Канаду. Мне было 40 с чем-то, мне было 42 года, по-моему. Это не самый лучший возраст для изучения языка. Я знала английский, ну, более-менее знала, что позволило мне приехать сюда. Но, знаете, когда вы живете в среде, так сказать, вы понимаете, что все, что вы знаете, это... Вот, и я... Когда молодые приезжают более в молодом возрасте, людям намного проще. Я, например, в Израиль приехала, мне было 25, что-то такое, в районе 20 с чем-то лет. Иврит вообще мне как родной язык. Вот честно, я иврит, я до сих пор, вот уже не живя, живя очень давно в Канаде, не живя в Израиле, много лет, я до сих пор прекрасно могу общаться на иврите. Так, сейчас пристроим чашечку, закроем окно. Все, поедем, поедем, в магазин, посмотрим. Короче, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что приехавший в Израиль намного более в молодом возрасте, для меня иврит, в общем, абсолютно второй родной язык. Точно так же, как русский, наверное, говорил, несмотря на то, что я давно уже не живу в Израиле. Английский все-таки, все-таки, приехавший в Канаду в возрасте там 40 с чем-то лет, это уже не 25. И несмотря на то, что я как бы говорю по-английски, меня понимают вроде бы, там, мои сослуживцы и знакомые, все мои вроде бы понимают, но я понимаю, что мой английский далеко не перфектный, я понимаю, что мои дети всегда хихикают, которые разговаривают, ну, не всегда, ну, часто. Из-за акцента, конечно, и из-за много чего другого, но канадцы, на самом деле, много ошибок я, конечно, делаю. Здесь полстраны говорит с акцентом и делает ошибки в разговоре, поэтому они как бы особенно, ну, не заморачиваются. Ну, это языка наций. А вот другие иммигранты, например, вот иммигранты славянские из Европы, из бывшего СССР, прекрасно понимают мой английский. Ну, я с ними не говорю по-английски, с русскими, но если, допустим, какие-то Югославы, там, чехи-поляки, они прекрасно понимают мой английский. Если это индусы, например, китайцы, они очень плохо понимают мой английский. Представители арабских стран, весь этот Индокитай, в общем, короче, пакистанцы, они очень плохо понимают мой английский, так же, как и я их. И, понимаете, как бы канадцы понимают всех, потому что для них английский родной, а для вот людей, которые говорят с акцентом, для них английский не родной, и поэтому чужой акцент им очень трудно понять. У нас есть парень на работе, он из Вьетнама приехал очень давно, в 80-каком-то году, и он учился здесь в университете, у него очень хороший английский, но у него страшный, ужасный акцент, и он... Я уже работаю на этой работе вообще 10 лет, и я должна сказать, что я до сих пор вот с трудом понимаю, что он говорит. Он любит поговорить, он такой общительный, и все, но он, когда начинает с ним разговаривать, я улавливаю отдельные слова по ним, я понимаю, что он хочет сказать. А на самом деле, вот мой начальник, например, канадец, он его прекрасно понимает, а я не могу. Ну, в общем, такие тонкости иммиграции, что называется. Да, картина, конечно, выручающая, посмотрите. Какой-то пост-апокалиптик, пост-апокалиптик-филь. Абсолютно пустые. Пустые полки, пустые стены. Сейчас я схожу еще куда-нибудь. Вот как закрылись полупустые магазины, так они и открылись полупустые магазины. Конечно, пипец, товарищи, извиняюсь. Такой пустоты я вообще не помню никогда. Вот эти все стены были завешены крючками, и на них всегда висели какие-то шарфы, шляпы там. Я так чувствую, девочки, шоппинг у нас не получится с вами сегодня. На все стенки вот. Две с половиной расчески какие-то висят. Да. Отдел кремов, косметики, лаков каких-то. Пусть пособранных для ухода за лицом. То же самое. То же самое. Войдемте в одежду, что ли, сходите? Да, так все жидко. Вот что-то есть, кое-что, но так все, знаете, здесь раньше яблоко было нигде упасть. А сейчас какие-то такие пустые пространства. Что-то учились в кассу стоить. Два ряда. Вот где-где. Что они все покупают, эти люди? Здесь такое барахло. Не на что положить глаз. Просто не на что положить глаз. Все, что осталось. Что, что не распродали. Ой, в общем, короче. Просто серо-страшный хлам. Ну что, хорошо, музыка не играет. Правда, мне это не помогает, потому что снимать все равно нечего. Смотрите на эти платья. Господи, боже, какой ужас. Какой-то ужас. Трэш. Трэш чиповый. У меня такое впечатление, что сломались какие-то причинно-следственные связи между магазинами, между новогодними. Новогодние платья до сих пор висят. Новогодние вообще много на селе. Сейчас я зашла в магазин, и у входа стоят вещи. Новогодние крисмосные украшения. Вот видите, что у нас появляется? Это крисмосные украшения, новогодние, для елки. Сейчас все на селе. Это как-то они закрылись после крисмоса, не распродали. Так, знаете, как закрылись и разбежались. И сейчас открыли и выставили это все. И выставили это все на продажу. Может, купить букетик новогодний на следующий день? Вот шарик. Вот отдел посуды. Ну так жидко все стоит. Посмотрите, видите, редко стоящие предметы. Когда-то это все здесь было заставлено сверху донизу абсолютно-абсолютно плотненько. Там ничего невозможно было найти, потому что было столько всего стояло. Да, грустная картина. Не знаю, как где, но у нас просто кошмар. У нас карантин. Все эти локдауны очень сильно повлияли на нашу экономику, по-моему. Так, полочка декор для дома. То же самое. Вот какие-то редко стоящие штуковины. Очень грустная картина. Вы знаете, зато народу столько, что я с трудом могу снимать. Логирую между людьми, чтобы ни на кого не напороться. Оля из Финляндии показывает магазины. Магазины полны товаров, а людей никого. А у нас абсолютно пустые полки. Но людей столько. Все бегают и пытаются что-то купить. А покупать нечего. В общем, короче, я стараюсь, чтобы люди в кадры не попадали. Но вы понимаете, что их очень много вокруг. Я, конечно, не знаю. Может, товар еще подвезут. Но пока что вот такой вот убогий, жалкий вид имеет наш магазин. И чтобы вы понимали, я еще простояла очередь, чтобы зайти. Потому что народу столько, чтобы попасть в магазин. Просто так не попадешь. Вот это все люди стоят, стоят, стоят. Это второй слой, так сказать. Один внутри стоит, вторая. Вторая очередь стоит за пределами. То есть это два круга вот таких. Вот такое количество людей. Они даже не помещаются. Даже не помещаются в... Вот этот конец очереди. Вот эта вот очередь, очередь, очередь. И вот там вот касса. А то чего много, так это полотенец. Почему-то полотенец дофига. Смотрите. Вот полотенца завезли. А все остальное как-то... Как-то нет. Прямо стены, полные стены полотенца. Какая-то странная ситуация, правда? Короче, вот такая очень-очень грустная. Картинка. Как вы видели, полки полупустые. В магазинах ничего нет. С шоппинг-глубами придется, наверное, подождать, пока их не наполнят. Потому что сейчас просто абсолютно не на что смотреть. Абсолютно нечего вам показывать, девочки. Вы видели все. Вот. Вот такой у нас апокалипсис в Канаде. С шоппинг-глубами. Ну, как говорится, дай бог, чтобы не хуже. Еда есть на полках. Интернет работает. Холодильник полный. Все остальное. Может, подождать. Придется высаживать контент из пальца продолжать. Потому что снимать в магазинах абсолютно бестных. А самое главное, что самые такие главные магазины, центральные Торонто, Торонто, все закрыто. Открыт только наш регион. В котором, в общем, магазинов хороших так особо много и нет. Вот такие дела, девчонки. Все. До новых встреч. Увидимся совсем скоро. Надеюсь, при более интересных и лучших условиях. Люблю, целую. Пока-пока-бай.